Всем привет и слава Украине! Новости Кавказа продолжают свою работу. С вами я Геал Амасадзе и сегодня у нас в гостях на связи из Праги известный журналист, на великах хорошо знакомый вам, Вадим Дубнов. Приветствую, Вадим. Очень рад тебя видеть. Добрый день, Геал Асадзе. Добрый день. Вадим, ну начнем с места в карьер. Что ты ждешь от саммита ОДКБ в Ереване? Такое знаменательное событие будет 23 ноября у нас. О чем это вообще? Я жду совместного заявления участников саммита ОДКБ, в котором все скажут большое человеческое спасибо России за то, что она проявляет всемирную заботу о коллективной безопасности, о том, как это для всех важно, о том, как это помогает в продвижении всех взаимных интересов участников и о том, как все хотят мира и как все понимают друг друга. И, собственно, все. Для этого оно и собирается. Для этого ОДКБ существует для таких совместных заявлений. Но самое главное, что гарнерско интереснее будет, мне кажется, встреча, как всегда, на подобных саммитах. Сейчас в последнее время это двусторонние форматы, где о чем-то поговорит, видимо, Владимир Владимирович Путин с Николом Вавайовичем Пашиняном. Это, наверное, собственно говоря, и есть наиболее сермяжный момент во всем этом мероприятии. А это будет, безусловно, связано с конфликтом, потому что то, что там происходит, вообще говоря, это повод для спекуляций и догадок. Который меня, если я правильно понимаю, ты меня медленно подводишь. Так ведь недавно, ведь недавно встречались, недавно встречались в Сочи, были зонтики, вернее, зонтики были. И были долгие разговоры именно один на один, то есть не в трехстороннем формате, а именно один на один были долгие разговоры. Я так подозреваю, что у них есть и телефонная коммуникация наверняка. Что-нибудь изменилось после Сочи? Ты знаешь, я думаю, я как раз не так скептично отношусь к этим разговорам и к Сочи, и к Праге, и к Вашингтону. К Вашингтону, кстати говоря, особенно, потому что самый молчаливый, можно сказать, был саммит, и, возможно, поэтому наиболее деловой. Что-то, вероятно, там обсуждается, какие-то позиции сверяются. Я думаю, что по главным, как принято говорить, трекам, какие-то договоренности идут, и здесь можно, опять же, только догадываться. Я думаю, что в Москве действительно о чем-то они, по крайней мере, сверили позиции. Подписать в Москве было нечем, потому что изначально было понятно, что Алиеву покажут документ, который его совершенно не заинтересует, который ему совершенно не понравится. Но какие-то сверхи позиции, какие-то челночные дела, я думаю, происходят. И вот с какими-то ничего не значащими, какими-то такими трагикомичными фразами, типа того, что Ереван предложил Баку рамочный договор о мире. Ну, это ерунда, да? Ну, какой может быть рамочный договор о мире? Ну, видимо, это тоже какая-то часть какой-то игры, ну, я надеюсь, я оптимист, да? Часть какой-то игры, которая очень медленно, возможно, продвигается. А вот продвигается при участии всех. А я не вижу здесь никаких вариантов конкуренции, честно говоря, между Западом и Россией, между коллективом и Западом, в данном случае. Вот и Брюссель и Вашингтон. А вот я думаю, что, в общем, как бы все это игра, не знаю, в 8 рук, в 10 рук, в 6 рук, но это коллективная игра. Вот, и я думаю, что какие-то вещи происходят, и о чем-то, по крайней мере, вот мне кажется, по вопросу Карабаха, что-то там происходит. Не могу сказать, что, да, здесь как бы не буду спекулировать. А вот, но какие-то такие легкие круги по воде, которые идут, они все-таки на какие-то конкретные вещи наводят. Ну, совершенно очевидно, да, что, вот пример, да, если говорить. Совершенно очевидно, что, безусловно, между Карабахом боком страдаются инфраструктурные вещи. То есть совершенно объективно, значит, армянский газ, армянский свет, армянский интернет уходят, появляется азербайджанская инфраструктура. С этим уже никто не спорит, спорят здесь не о чем. Значит, это ведет за собой, тащит за собой какие-то другие сюжеты. Но не будем мы так смело говорить политическими, да, вот. Но в какой-то степени они уже политэкономические. И здесь мы будем только догадываться, значит, про, скажем, роль Варданяна, потому что здесь как бы две опции, две разные опции. Значит, первая опция Москва входит в Клинч с Азербайджаном и, значит, решает ему каким-то образом противодействовать. А тогда она посылает Варданяна как вызов. Мне в это не очень верится. Я думаю, все-таки, что Баку дал некий агриман на появление там Варданяна, ну, примерно такого же уровня доброжелательности и конструктивности, как агриманное появление миссии наблюдательных европейских. Вот. Пусть будет. А там посмотрим. Вот мне кажется, что это как бы разговор о том, что переговоры с карабахскими армянами ведутся, без участия Гиревана, потому что здесь как бы для Баку это важная позиция, чтобы в этом были прямые разговоры, собственно говоря, о чем всегда все они настаивали. А вот. И я думаю, что вот если это так, то вот в Варданяну это как бы прокрустово ложе, очень сильно прокрустово, но как-то более-менее укладываю. Ой, наговорил ты на 40 бочек арестантов. Я себе записывал в пометке, я понял, что я сейчас что-нибудь упущу, а все очень интересно и все очень важно. Смотри. Ну, во-первых, я не знаю, ты в курсе или нет, что я родился в Одессе. Да, все родился, все... Ты упомянул Сочи и Вашингтон, но, как говорят у нас в Одессе, это две большие разницы. Но ты первый из знакомых мне и незнакомых тоже, которых я считаю, экспертов, аналитиков, людей, которые интересуются этим, которые как раз таки опровергают вот этот теннис о том, что Сочи и Вашингтон это две большие разницы. То есть, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что играют в 6, в 8, в 10 рук? Это то, что... Не дай бог, в 9. Это то, что, значит, так или иначе все движутся к одной точке и все друг друга взаимодополняют? Противоречия, противоречия, они есть между... Вот ты упомянул, ты использовал очень хорошее слово взаимодополняет. Вот я думаю, что это очень точно. А потому что условия взаимодополняют как бы две модальности. Одна первичная модальность – это то, что все настроены на некую соединительную работу. И вторичная модальность, что при этом, в общем, возможно, некие частные противоречия, которые не мешают тому, что является в данном случае первичным. Карабах, мне кажется, последнее место на Земле, где Москве и Западу нечего делить, по большому счету. Мне кажется, что для Запада в данном случае как бы приоритетные... Другие приоритеты. Я бы не сказал, что это противоречие. Я бы сказал, что у них другие приоритеты, другие первичности. А вот, скажем, для Москвы важна разблокировка коммуникаций. Вот это главное, собственно говоря, ради чего она во все это играет. Ей нужно, пусть даже на паях с Турцией, быть монополем с Турцией, распорядителем, управляющими вот этим вот огромным перекрестком, который, собственно говоря, там может открыться. Я не говорю, что он откроется, но он может открыться. И если такая игра есть, то все бонусы, которые пытаются отыграть Москва, они стоят того, чтобы постараться. Даже если это риск, не риск, но если она сорвется. Вот это, собственно говоря, главная игра для Москвы. Она прагматична, она понятна, она логична. И, в общем, я бы даже не сказал, что я вижу в ней что-то ужасно такое плохое или имперское. Это как раз наоборот. Опять же, последнее место на Земле, где Москва ведет себя прагматично и логично. Вот, исходя из каких-то нормальных интересов. Для американцев все это. Игра несколько более долгую, потому что, в общем, люди понимают, что если заключение мирного договора – это такой промежуточный финис для Баку и Еревана, и некое окончание большой истории, то дальше большой был начал другой истории, другого сюжета, который очень не хочется выпускать, которому надо обязательно участвовать, особенно с учетом будущих возможных эволюций Ирана, или революции Ирана, как угодно, никто не знает. А вот с учетом довольно сложных отношений с Турцией, с учетом вообще всего на свете, потому что Карабахский конфликт перестал быть локальным. Два года назад он открылся миру, и в нем появились некие интересные вещи с активизацией всех игроков, потому что, в общем, Турция там всегда присутствовала, Иран всегда присутствовал, но очень очень непосредственно. Все-таки это был конфликт достаточно локальный, никому не интересный. Вот, Северство стало менее локальный. Я не скажу, что он глобальный, я не скажу, что он региональный. Он такой же локальный, но в нем появились достаточно важные, интересные региональные сюжеты. И, собственно говоря, для участия в них все, собственно, и активизируются. Никому не мешает ни Европе, ни Америке, никому не мешает, если перекроется этот работа. Просто надо быть рядом и надо учитывать то, что он будет иметь место. Вот, собственно говоря, поэтому все активизируются гораздо ровно в той степени, в какой ситуации стало гораздо более интересной, чем она была во времена Минской. Так рано постаревшей и не обретшей вкус жизни. Ну, честно говоря, вот по разбогревке коммуникации, конечно, никому не мешает, но я, честно говоря, еще и не понимаю, что такое контроль над коммуникациями. То есть, ну, вот Россия там контролирует вот эту коммуникацию через Джульфу, ну, Джульфа там, опять-таки, по Заргизовскому коридору, там, вот, дальше по Армении. Вот этот армянский перекресток, то, что называют в Армении. Но я не понимаю, в чем суть, то есть, россияне там будут установлять тарифы, они будут не пускать какие-то грузы, еще что-то делать, и наоборот, будут продвигать. То есть, в чем суть интереса Москвы? Интерес Москвы в том, чтобы остаться в качестве, скажем так, уже не монопольного, но все-таки участника вот этой всей драмы, которая 30 лет, даже больше 10 лет развивается на Южном Кавказе, он понятен. Остаться можно только, оставив военных в Армении и в Карабахе, соответственно, да? Нет. Что нет? Я не стал бы драматизировать сам глагол «остаться», потому что 3,5 тысячи или 3 тысячи человек с несколькими пистолетными ПТРами, без мандата и без полномочий, флаг. Флаг. Вот, 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 вот. Ну, флаг без, флаг с двумя ПТРами, это прекрасно, но это не является военным присутствием. Это является символическим присутствием. Мы можем говорить про честь флага, все, что угодно, да, но это никогда не было, мне кажется, никогда не было самоцельно. Вот, это, в общем-то, инструмент для того, чтобы владеть... Что такое распорядительным, управляющим хабом? Ну, конечно, вокруг хаба будет выстроено огромное количество всяких инфраструктур. Это будет огромный логистический, экономический, транспортный, возможно, военно-политический центр. Вот, в нем, именно тут, в том числе, здесь можно, как бы, говорить какие-то, рассчитывать подобности, но это, в общем, особенно, если ты будешь участвовать в регулировке движения в обоих направлениях на этом перекрестке. Вот, ну, оба направления, в основном, там их будет больше, еще много локальных всяких множественных направлений. А вот, это интересно, это стоит того. Вот, ну, военные присутствуют, ну, что, собственно говоря, ну, да не обидятся на меня мои армянские родственники. Ну, в общем, почему Карабах всегда оставался последним убежищем армян? Потому что это каменный мешок, который никому, по большому счету, не был нужен. Вот, это, ну, так бы, такая история, да, он никого особо не интересовал. А вот, ну, и прекрасно, ну, все же, его глубокое геополитическое значение практически, в общем, нулевое. Это очень важно для Армении и Азербайджана, да, я понимаю. Там символизм, там присутствует символизм. Ну, конечно, нет, конечно, одна сушачьего стоит, да, понятно. А вот, такой Карабахский Иерусалим, считай. А вот, ну, в общем, ну, не больше того. Вот, за это, за это бы 30 лет Москва не билась с обеими странами за право поставить там свои 3500 человек с несколькими пиццами. Москва не билась, Москва, Москве не нужен Карабах, Москве не нужна, я скажу больше, Москва не нужна, Армения, Азербайджан, друзья, в Москве нужен регион в целом. Ну, регион в целом, значит, трудно контролировать, потому что нужно, нужно, знаешь, вот здесь так, как пример, да, вот, например, недавно, сейчас немножко в сторону уйду, такой, в топик, я вот буквально на днях узнал и понял, да, хитрость бомбежек энергетической инфраструктуры в Украине. Они же бьют не только по генерации, они бьют по распределению. И это гораздо, гораздо, гораздо рентабельнее, да, извини за цинизм. Вот, потому что генерация, ну, прекрасно, ты бьешь там по площадям, а ударить по подстанции, это гораздо, гораздо в военном смысле, в экономии смысле эффективнее. Вот это тоже та же самая история. Мы, Россия, будет контролировать узел. Она будет контролировать распределительный щит. Это гораздо, 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 гораздо в Ереван, Ереван, Ереван или Баку, или кого-то ты не говорил. Вадим, извини, что значит контролировать в данном случае? Контролировать будут, вот, на территории Армении будут контролировать Армения, на территории Азербайджана – Азербайджан, на территории Турции – Турция, а Россия там будет стоять ФСБ силами, все. Об этом, об этом разговор. Я думал, что вот это вот очень большой и долгий пакет, содержимое которого мы не знаем. а кто будет, главное, как, кто и как будет контролировать, скажем, вход и выход в турецкую инфраструктуру, в армянскую инфраструктуру. Да, вот это главный вопрос. Да, есть Южно-Кавказская железная дорога, которая принадлежит России, согласен. Я про, ну она не принадлежит, она в концессии. Я про автомобильную дорогу сейчас. По железной дороге вообще вопросов нет. Это все очень просто. Там, собственно говоря, все достаточно легко. Вот. Вопрос в автомобильную дорогу, как ее устроить. Я вообще, честно говоря, подозреваю, что вопрос гораздо более технический, чем политический. И я вообще подозреваю, что, может быть, вопрос, то, что скрывается под коммуникациями, это гораздо более сложный вопрос. Я думаю, что это тоже некий пакет, в который уходят какие-то еще вещи. Может быть, анклавы. Да, азербайджанские анклавы на территории Армении. Вот. Может быть, об этом обсуждается. То есть это точно обсуждается? Ну, не знаю, может быть, в какой-то степени часть пакета про коммуникации. Потому что, в частности, коммуникации проходят по анклаву. Да, возможно, это анклав. Вот. И это гораздо более серьезно, с моей точки зрения, чем то, как будет проложена эстакада в этом месте. Вот. Но это действительно важно. Потому что, ну, собственно говоря, то, что на входе и на выходе будут русские, это как бы понятно. Вот как будет устроено все это дальше. И потому что каждый, любой сценарий этого устройства, он влечет за собой совершенно другое развитие событий. Потому что, ну, скажем, если будет Москва контролировать всю дорогу, да, вот, и тогда действительно она в какой-то степени может отсекать армянский регион. Я не говорю, что совсем, но Англ затруднит связь с Югом. А вот. Я думаю, еще раз говорю, что думаю, что это, опять же, техническая, скорее, проблема, чем политическая. Но в связи с разными другими вопросами, которые здесь обсуждаются, я думаю, что это имеет большое значение. А при этом я, скажем, Турции, в общем-то, вопрос не главный, не первая необходимость. В Иране, в общем-то, без разницы. Это вопрос вот именно Москвы, Баку и Еревана. Прежде всего, Москвы и Еревана в данном случае. Ты понимаешь, я по простите, даже душа, навсегда думал, что с коммуникациями все просто. Есть так называемый брюссельский принцип соединения над коммуникациями. Спасибо Фархаду Мамедову Роялти ему за эту фразу. То есть, коммуникации контролирует та страна, по чьей территории это проходит. Заключается мирный договор между Арменией и Азербайджаном. И все коммуникации просто-напросто открываются без вопросов. То есть, все это все. То есть, это и на севере, и на юге, и в середине, и в конце, и где угодно. Все коммуникации открываются, все ездят. Вопрос Карабаха. Это отдельный вопрос, это сложный вопрос. А там могут быть и есть. А по дорогам-то какие противоречия? Вопрос не по Карабаху, а по карабахским армянам, по судьбе. А вот что делать с дорогами? Дороги надо открывать, и все прекрасно. Все счастливы. То, что ты сейчас сказал про суверенитет над дорогами, ты, извини, не хочу никого обидеть, но ты повторил тезисы господина Верчука, который ровно с этим приехал пару месяцев назад в Ереван. Так, в Русселе это было, скажем, на четыре месяца. Прекрасно, но этот тезис явно оспаривается. И тот же самый Верчук спустя некоторое время пригрозил Еревану, что если вы, ребят, не согласитесь, с тем, что что-то предлагается, с тем вариантом, который мы не знаем, вот с вариантом Х, который не совпадает с тем, что мы сейчас там обсудили, если вы с этим не соглашаетесь, тогда, смотрите, у нас есть Иран, и там прекрасно есть места для того, чтобы построить такую же дорогу. Дорога хуже, гораздо менее выгодна. Ровно настолько же менее выгодна, как менее выгодна Баку, Двилиси и Джейхан по сравнению с армянским вариантом, который не стоялся. Но тем не менее, Верчук произносит это. То есть есть какие-то вещи, которые остаются спорными, и я не уверен, что они связаны именно с самодорогой, вот то, о чем я говорил. Я думаю, что там есть какой-то пакет, о содержании которого можно только догадывать. Не знаю. Дед, ты понимаешь, с чем дело? Это почти по фейму, но то, что я не могу создать, я не понимаю. То есть я не могу создать конструкцию в голове, поэтому я не понимаю всего этого. Я с тобой согласен. Казалось бы, действительно, все очень просто. Ровно-ровно, поэтому я и говорю, что мы не знаем на самом деле с первой пакетом. Казалось бы, все действительно просто. Открываются дороги во всех сторонах, при том, мы очень довольно мало слышим про дорогу через Азербайджан в Россию. Она вообще не обсуждается. Но, зная сейчас готовность к Баку в этом деле участка, я с ним сомневаюсь, что они в случае чего быстро модернизируют и построят. Нет, они строят. Ну нет, я имею в виду дорогу до Азербайджана. А, до Азербайджана. А вот. Все нормально. В России. А я помню, что все нормально с дорогой. Ну, там нет такой дороги, которая была бы совсем уж хороша. И эта дорога должна быть тоже отвечать вопросам безопасности. Тут же есть как бы еще. Но это передвижение. Но это, еще раз говорю, технические вопросы. И, казалось бы, да. Но все затруднения, которые здесь происходят, мне кажется, связаны с какими-то другими вопросами. Или они напрямую зациклены на части всего переговорного пакета, включая Карабах, коделимитацию, что, мне кажется, сомнительно. Либо есть какие-то еще вопросы, в том числе, все-таки анклавы, да, о которых затрудняют, собственно говоря, договоренность. И поэтому нам рассказывают о том, что проблема с коммуникациями, но суть этой проблемы никто не объясняет. Потому что то, что произносится, что Баку говорит, что нам нужна дорога именно вдоль юга, именно через Мегрии. Зачем она через Мегрии? Увязка этой дороги с Лачином тоже лукава, потому что дорога в Турцию... Не важно, потому что она самая короткая. Поэтому... Да, на самую короткую, но это не такое же большое плечо, да? Там они что-то большое плечо говорят, там, сто с лишним километров, поэтому... Ну, это не вопрос... Это сорок километров, а где сто сорок, там сто восемь, сто восемь. Да, я вернусь, потому что дороги неравнозначны, да, Лачинская дорога и... Нет, про Лачинскую дорогу это мы в Киеве-Гарабаха будем обсуждать. Вот, это дорога в никуда, да? Если мы говорим о дороге Дербента, то да, но не говорится о дороге Дербента. Почему-то разменивается дорога в Нахищеване на дорогу в Лачин? Ну, это как бы уравнение неправильное само по себе изначально. Вот, поэтому это как бы и лукавство, и каприз победителя, но я думаю, что есть какое-то второе дно, в котором есть какие-то еще элементы переговора. Возможно, в двух словах... Не в двух словах, а давай перейдем к Карабахскому букетеру, потому что это очень важно. Ты упомянула Грибман Варданян. Грибман из Баку. Хорошее выражение, я его даже вынесу в заголовок, но, значит, смотри, из того, что сказал Алиев в последнем деле, это была как раз-таки резкая дютика Варданяна, это не значит, что не правда. Понятно, что Варданяна, это инструмент, кстати, инструментарий, равно так же, как и саммит ОЗКБ, это инструментарий. Но, видимо, этот инструмент не работает. Ты как-то сказал, я прошу прощения, что разглашаю частый разговор, про вариант Варданянка-Киворков проекта. Нет, ну Киворков это было, конечно, я немножко утрировал, Киворков не Киворков, потому что Киворков это был... Да, понятно, что это... В любом случае, этот человек душой делал преданное дело Азербайджанской антической партии и всего остального. Ну, партия вообще. Ну, в данном случае, Варданяна Азербайджанская. Нет, ну Киворков, конечно, был по этому статусу, по своей внутренней бэкграундной сути, конечно, не Варданян, но по своему назначению, может быть, я думаю... Я не про то, что Варданян сейчас вступит в политическую партию и заставит руководство Азербайджанской... Азербайджанской... Нет, это понятно. Нет, нет, я думаю, что это вот, скажем, почему я заговорил об инфраструктуре? Потому что это первая конкретная вещь по большому счету во всех, как-то принято говорить, на всех треках. Везде обсуждаются какие-то идеальные составляющие, а вот инфраструктура это то, что можно пощупать руками. И вот в это время появляется там, собственно, Варданян. Потому что и в это время становится понятно, и все, никто же с этим не смотрит, что Баку очень конкретно обсуждает с карабахскими армянами вот эти вопросы. Прежде всего, инфраструктурные. И устройство будущего какого-то, опять же, пока вот как бы инфраструктурные. Но там, где мы обсуждаем инфраструктуру, там никто не мешает нам выйти покурить, да, и пообсуждать какие-то другие вещи. А вот, знаешь, я просто здесь глупо себя цитировать, я здесь писал, что когда-то 30 лет назад карабахские руководители ехидно спрашивали, меня вышло, действительно думают, что здесь когда-нибудь будет снова ввестить азербайджанский флаг. Вот, ну, риторический вот такой вопрос, все очень смеялись, было еще весело, а сейчас не до смерти. Нужно как-то существовать под азербайджанский флаг. Их другого варианта нет. Потому что для Баку этот символ ничуть не менее важен, что за блокировка коммуникации. Потому что за что, собственно, воевать? Я еще раз говорю, разлограммка коммуникации, это твоя часть, потому что я вообще считаю, я оставлю свое мнение, я прошу прощения, что у нас блокировка коммуникации, это как бы естественный процесс, который будет, который выгоден всем, который нужен всем, в том числе, кстати, и в Грузии. И вообще это нужно, то есть у меня цена и программа есть по поводу транспортных, геополитико-транспортных коридоров, по поводу того, как хорошо отжить все коммуникации и как хорошо жить и все будут жить в мире. Суть этой программы в этом. Если будет что возить. Еще тоже специальный вопрос. Брилентовая рука, клев будет. На белых камнях клев будет, это я гарантирую. Ну, не сразу, может быть. Нет, ну, как бы сначала, может быть, тут такая штука еще есть, да, может быть, возить и нечего, потому что нет дороги. Вот, тут как бы двусторонняя такая логика. Вот, ну, как бы. Сейчас-то наоборот, сейчас есть что возить, но негде. Нет, ну, если мы отвлеклись, да, то, скажем, в 2008 году некоторые сомневались, что имеет смысл, большой экономический прямой смысл в открытии дороги между Арменией и Турцией, потому что, в общем, пока возить нечего, потому что регионы, которые, эти дороги будут соединены, достаточно бедны. Вот, но здесь, это логика правильная, да, она понятна, она прямая, но есть обратная логика, потому что, в общем, дорога оживляет ситуацию, и, собственно говоря, появляется дорога, появляется что возить. то есть, но не сразу, да, здесь есть некая синхронизация этих двух процессов. Ну, это как бы, я так, на полях. Вот, если вернуться к Артаняну, да, мы говорили о Артаняне, то, да, вот эта конкретика меня наводит на подозрение, что вот именно этот человек, он, в общем, достаточно подходит. его нарочитое, как бы поделикатнее сказать, он же умный человек, да, вот, но нарочитое, не умные вещи, которые произносятся, да, все эти пафосные, значит, безумные пафосные заявления, все эти, все эти красоты, они очень нарочито, они очень демонстративны. Вот, то есть он просто дает понять, что, ребят, вот кроме этих глупостей, я вам ничего не скажу, потому что сейчас нельзя вообще ничего говорить. И армянские коллеги то же самое делают, они, в общем, может быть, у них есть или какие-то, какая-то информация, или тоже какие-то предположения, но они тоже отказываются, что бы то ни было, обсуждать. И вот эта хорошая таинственность, да, она меня, не конспирология, а именно, как бы, вот нежелание каким-то образом, что в нашей политической культуре крайне редко бывает. Вот, это, мне кажется, как оптимист, мне это видеть, как некий хороший. Я думал, что больше мне оптимистов не существует, оказывается, есть, есть, и это радует. Слушай, ты сказал, что инфраструктура, с этим уже никто не спорит. Точно никто не спорит. Про инфраструктуру? Про инфраструктуру, про переход, инфраструктурный переход, то есть, про то, что газ, свет, интернет, все дела. Ну, я не присутствую, я не присутствую на переговорах, но, во-первых, я, как бы, то, что между строк в армянских, рабавских заявлениях, меня наводит на это ощущение, вот, ну, и логика развития событий, потому что, ну, собственно говоря, что? Ну, газ нужен, да, а перекрыть армянский газ, это не вопрос, перекрыть армянский свет, свет, интернет, это не вопрос, откуда он должен поступать, да, ну, не от миротворца он будет поступать. А что, по шиням пойдет на то, чтобы перекрыть? Нет, не по шиням пойдет на то, чтобы перекрыть, просто Баку вместе с миротворцами, просто этот вопрос решат, потому что на новой дороге, ну, раньше коммуникации, скажем, шли вдоль Лачинской дороги, сейчас Лачинской дороги нет, вот, то есть старой Лачинской дороги нет, Есть новая Зачинская дорога, которая, собственно говоря, полностью под контролем миротворца, и которая, в общем, в этом смысле действует в одном русле зваку. В одном русле зваку, а оружие туда-сюда катается-то как? Я не стал бы серьезно относиться к тому, что оружие туда-сюда катается, но не думаю, что катается такое оружие, которое может помочь карабахским армянам начать новую карабахскую войну, или даже партизанин. Дело не в этом, что о гейм-челленджах, речь идет вообще о вакте. Там, где есть люди, там, где есть блокпосты, там всегда, конечно, будет контрабан. Но это контрабанда такого рода, нерешающая, не провезут оружие, которое кому-то нужно. Это политическая контрабанда. Я, честно говоря, к этому отношусь как к части вот этой постоянной славесной перепалки, о которой Баку и Ереван занимаются. Потому что каких-то явных каких-то видов, не доказательств, не логики. Ну что, кому они будут там, так сказать, оружие? Ну зачем? Нет, ну как? Там есть вооруженные формирования армянские. Ты знаешь, там уже эти вооруженные армянские формирования, они, в общем, тоже, это уже больше-больше разговоров пользует бедных. Это формирование швейцарской гвардии, да, условно говоря. Нет, это, собственно говоря, это не военная сила, будем говорить так. Вот, и военной силой это уже не будет в ближайшее время. Нет, ну по сравнению с четырьмя корпусами Азербайджанской армии, конечно, это не военная сила. А зачем? Тогда зачем? Партизанить? Обстреливать? Плак! Троллить? Троллить, да, это политика, это же политический аспект. Не думаю. Не думаю, что... Понимаешь, нету... Мне кажется, во-первых, нету уже какой-то серьезной политической поддержки из Ереван. Из официального Еревана. Не официальный Ереван, а не... Ну, он вообще не, как бы вот... Хотелось сказать, вообще не игрок, но игрок, да, но не... Ну, как катер, да, значит, у вчерашнего матча с Эквадором. Вот, ну, это, в общем, это уже все это аутсайдер. Ты видел бы их хенды... Ты, извини, уходим опять вновь, ты видел бы их хенды по поводу 17 миллионов? Да, ведь... Странно ведь подумать, да, что было выяснено, где-то 18 миллионов. Нет, ну, ты понимаешь, я... Это как бы, если продолжать тему, я... Понимаешь, у меня судьба сложилась так. Я, ты сказал, что родился в Одессе, а я вырос в маленьком подмосковном городке, вот, и поэтому я вынужден следить за судьбой его футбольной команды, которая, значит, в волею судеб попала в премьер-лигу, и там сейчас является посмешичем. Вот, и вот, ну, человек доигрывает сейчас в премьер-лиге, поэтому футбол такого уровня я давно готов. Мне уже трудно удивить, но просто, ну... Я, понимаешь, я человек... У меня счастливый возраст. У меня уже много лет, но я еще очень много помню. Я помню прекрасные времена, когда в Чемпионатах мира играло 16 команд, и это было прекрасно. Вот, потому что я не хочу смотреть матчи, вот... Хотя бы 22. 24, в смысле? Значит, 24 было, да, да. Ну, сейчас так, 24. Ну, там была дурацкая формула по 3 команды в группе. Да, по 3 команды это дурацкая формула, но Мексика была идеальной. Ну, 24... Нет, если бы найти им формулу, то хорошо. Вот, на 24. Но 16 было больше всего. Ну, конечно, это идиотские вычисления, типа того, кто на 3-м месяц... Да, да, да. А в Европе 8, и это честно. Мы играли бельгийцам, ждали эту историю. Да, мы ушли немного не туда, но бывает. Это неизбежно. Смотри, все это хорошо, все это замечательно. Но есть мнение у группы товарищей, причем у достаточно большой группы товарищей, что США и Вашингтон и Бустрик, скажем так, Вашингтон и Бустрик хотят быстрого заключения мирного договора до конца этого года. А в Москве и Париже этого не хотят. Насколько ты согласен или нет согласен с этим мнением? И, ну, соответственно, обоснуй. Ну, я не совсем согласен, что вот прям вот так все черно-бело, да? Вот. Я думаю, что речь идет о неких переговорных опциях. А потому что для Москвы, в той системе приоритетов, из которой она исходит, ей сейчас важны коммуникации и то, что с ними связано, да? Вот. Для этого она ведет свою игру, и для этого ей нужно тянуться, остаться укропом. А вот Армении тоже нужно тянуть совсем на свете. Потому что любое решение для Армении последние 30 лет неприятно. Она не любит... То есть, ей как бы логика ее переговорной позиции в том, чтобы не принимать никаких решений. 30 лет это был один статус-кво, который она пыталась сохранять без принятия решений. Теперь это другое статус-кво. Но статус-кво это ее такая форма ее обреченности. Я не очень, не до конца понимаю, я не специалист в этом вопросе, не до конца понимаю логику Франции. А вот. Но я не думаю, что Франция вот прямо так однозначно на стороне. Еревана, она... Это как бы такая некая декларация, некое позиционирование. Но я не думаю, что она полностью отвечает ее стратегическую роль. Ее, собственно говоря, ее реальная роль в переговорном процессе. Потому что Франция достаточно серьезный игрок во всем этом деле, чтобы совсем как бы сводить свою роль на поддержку Армении. Судя по тому, что Алиев согласился на посредничество Макрона в Праге, есть какие-то подводные камни, есть какие-то другие силы в этой игре. И время от времени покой, кстати, подтверждает. То есть он делает страшные глаза заслышав французскую речь. Но тут же, в общем, как-то немножко отыгрывает всегда. Он как-то немножко... Это не совсем как бы иранская история, но немножко похож на Иран, который якобы поддерживает Армению. На самом деле, в общем, никогда в жизни не был защитник армянских интересов. Это второй, нестандартный взгляд. Классно очень, очень классно цепляешься. Смотри, что касается Франции, Барижскую и Пражскую историю, мы все помним. Прекрасный город Прага. Пражскую. Прекрасный город Прага. Никто с этим не сборит. Но... А что было после Праги? А после Праги Франция сделала все, чтобы показать. Мы не последники, мы сторона. Мы за армией. Вот это вызывает у меня сомнения. Понимаешь, вот не может Франция играть Рольстера. Вот я думаю, что французы как бы себя обозначают в этой игре. Они одеваются немножко в армянскую форму. Но я не думаю, что это вот так на самом деле. Вот я бы не стал совсем уж абсолютизировать эту поддержку, потому что, ну, это не тот случай, как... То есть, понятно, да, понятно, антрополитические вещи, понятно, значит, лоббистские вещи, понятно, диаспортные вещи. Но есть какие-то отдельные сюжеты, в которых Франция просто не может себе это позволить и не позволяет их. Судя, опять же, по реакциям. Ну, что, ну, уже Баку должен был расплеваться с Францией уже давным-давно, да, если бы это было так. Но не расплевать. И Макрон сосиска все перевел. И Макрон с Макроном обнимались, целовались на франкофоне, так что, ну, как бы, как бы. Ты понимаешь, в чем дело? Вот у меня в моей логике Франция, как посредник, она ничего не значит. Но Франция, как сторона, она значит то, что она... Не знаю, зачем ей правда это нужно, честное слово, не знаю. Но Франция, как сторона, это означает, что она как-то вклинивается в Южный Кавказ. Причем независимо от Брюсселя. И для Франции это важно, что независимо от Брюсселя, сколько бы ни говорили, что Шарль Мишель и Макрон друзья. Для Франции важно, что она сама по себе. Ну, друзья, как мы знаем, с Аркадии Платини, да, возвращаясь к старой теме, в данном случае этот фактор такой дружбы значительно менее значим. Вот. Нет, я не думаю, что Франция играет с такой-то, готова играть собственную роль на армянской стороне. Она готова играть? Очень. Не готова, а хочет ли? Вот вопрос какой. Нет, нет, нет. Она готова и, может быть, хочет играть особую роль. Может быть, в какой-то степени автономно от Брюсселя для нее это некая часть ее игры. Но я не уверен, что вот так на стороне Армении, как это выглядит вот сейчас на фоне всей этой безумной франкофонии. И давай коснемся показательной Ирана и вот в какой связи я коснусь. Было голосование в ООН. Было голосование в ООН по поводу событий в Иране, нарушения прав человека и замечательно. Я люблю голосование. Это, знаешь, то же самое, как свой шпунт Барлинаш, что уже сразу же счет туда там был. Армения проголосовала против. Азербайджан воздержался. Самая интересная грузина. Грузины вышли покурить. Ну, ты знаешь, это на самом деле смена роли, потому что обычно, скажем, во время голосования по беженцам, выходит покурить Азербайджан. Вот, значит, то есть это на самом деле несколько... Знаешь, я сейчас вспомню, как, знаешь, Телеган Аладьевича башня, она так троллила армян за то, что они проголосовали против, а я еще до времени не видел результаты голосования. Вот, я думал, господи, что так Азербайджан возмущается? Неужели они проголосовали за? Вот, ну и пошел, говорит, нет, ничего подобного. Вот, то есть это какие-то такие оттенки, оттенки, то есть они все выходят покурить, большом счете? Да, все вышли покурить. Все выходят покурить, но одни курят с фильтром, а другие сигарелы. Не так. Все-таки Азербайджан вышел покурить вместе с грузинами, а Армения все-таки закурила прямо в помещение. Это разница. Да, согласен, согласен. Если есть такая система, то да, но я не вижу в этом какой-то принципиальной разницы. Ну, в общем, есть какие-то очевидные вещи. Ну, понятно, что Армения в данной ситуации она не может даже воздержаться. Потому что, как бы, вот этот армянский миф о вековой дружбе и с Ираном, о безумном с российским партнерстве, а вот как будто бы нет никаких других игр у Ирана, как будто бы не было заявлений в его ИТ, которое висело в воздухе, оно должно было прозвучать. А вот, ну, понятно, да, но Армения должна играть в рамках этого мифа и здесь даже воздержаться было нельзя. Как обычно, скажем, Армения делает другие вопросы. Вот. Но, ну, по своей сути, да, грузины чуть подальше, чем армяне. их вовлеченность в иранские вопросы не такая, как в армяне, это не вопрос для них жизни и смерти, но и проголосовать за и против Ирана Грузия тоже не могла. С какого? с какого это не могла? Вы члены Амштайна, вы члены, у вас евроатлантические амбиции, как это вы не голосуете против? А тогда, извините, тогда, как говорил, как писал великий медицинский поэт, если у тебя коровое имя, то у тебя должно быть молоко и вымя. Я подозреваю, что знаю ход твоей мысли, но если я правильно знаю, то я скажу так, что если бы был Миша, я думаю, что Миша бы тоже воздержался. А я не говорю, что если бы был Миша, он бы не воздержался. Может быть, и воздержался бы, у Миши были, кстати, ладные отношения. Меня возмущает не Миша, не Миша, а меня возмущает позиция Грузии в данном случае. Нас же не возмущала позиция Грузии все время по Беларуси, когда Грузия себя комфортно чувствовала, обнимаясь с Александром Григорьевичем. До 24 февраля меня очень многое не было обещало. Ну, это был такой вектор. Но в силу понятных вещей есть вещи, которые... Я не заступаюсь за Грузию. Еще нет богований. Я не даю никаких моральных оценок ни тем, ни другим. Но я просто понимаю, почему это происходит. Потому что в этой ситуации Грузия не может себе позволить выступить против Ирана. И, собственно говоря, у нее есть этот лаг. На самом деле, она им достаточно удачно пользуется. Потому что все-таки, она сказала, что Рамштайн и так далее... Да, но есть льготы. И есть льготы, как... Знаешь, ну, льготы отстающему. Вот, вот есть как бы... Ну, нет, ну, не совсем... Ну, в конце концов, есть льготы. И в Восточной Европе есть льготы, да? Я уже не говорю про Венгрию. У всех есть льготы. Вот, когда они могут позволить себе поиграть в каком-то вот этом узком или не очень узком пространстве. И они играют. В Грузии это пространство больше, чем у восточного европейства. Оно играет гораздо более размашисто. Иногда это вызывает вопросы, да, я скажу, деликатно. Вот. Но, тем не менее, в общем, это все в рамках того, что он видит. Я бы так сказал. И поэтому меня не удивило, честно говоря. Это неприятно. Мне, разумеется, любое голосование, отличное от голосования, да? В данном случае неприятно. Понятно, да, совершенно. А вот, но мир, да, мир несправедливый. А несправедливый во всех миру. Что там у нас в Грузии? Что там в Грузии? Взгляд, твой взгляд. Вот из твоего далека. Что мы имеем на сегодняшний день в Грузии? Мы, я думаю, имеем... Есть такой общий вопрос. Я попробую дать такой общий ответ. Я думаю, что кризис, который мы наблюдаем в Мишиной партии, он достаточно символичен. Это кризис всей оппозиционной эпохи. Потому что вся та оппозиция, которая не Миша, ну, это, в общем, как бы, как мы говорили про армянскую оппозицию. Да, ну, это примерно то же самое. Вот. То, что происходит в Мишиной партии, это кризис самого жанра, самого ее существования. Потому что, да, потому что ее взяли измором. Ее взяли измором. И перекрыв... Я бы не сказал, что это делала мечта сама, да, или власть сама. Но оказались перекрытыми объективно все источники поступления новых идей. Какого-то идейного обновления. Это делало и мечта, и внутри партии тоже это делалось. Причем внутри партии больше, чем мечта. Ну, это достаточно объективно. Потому что в этой ситуации трудно понять, где может быть что-то человек. Потому что про бензин можно говорить все, что угодно. Но бензин, в общем, как бы играет в эту игру белыми. И играет неплохо. Потому что он везде ловит все те возможности, которые может использовать в идейном смысле мечта. И либо он перехватывает эти идеи, либо он их просто троллит и закрывает их перспективы. И делает это достаточно успешно. Можно говорить, что у него ресурсы для всех тех его успешных решений и все остальное. Но, тем не менее, эти ресурсы не являются... То есть в идейном смысле мечта такая же убогая и бедная на самом деле. Но ей не нужны идеи, ей нужны политтехнологии. И поскольку играет белыми, то, собственно говоря, она и выиграет. И она, мне кажется, дожала в миттельшпиле националов. А в этом самом эндшпиле, если националы до него доживут, она, я говорю, просто раздает. Ну, а смотри, и что? И что? Ну, вот тогда, собственно, и начнется политический процесс. Потому что все, что происходило с 2012 года, не было политическим процессом. Вот тогда, собственно, и начнется реальный политический процесс. Но как он будет, если меня спрашивают, как он будет выглядеть, я не скажу. Не то, что издалек. Я думаю, что это и изблизинив очень понятно. Можно говорить какие-то, какие возможные вариации. Все эти вариации будут, безусловно, основываться на каких-то процессах внутри мечты, на каких-то планах самого дизины, которые имеют значение гораздо больше, чем процесс внутри мечты. Но я думаю, что, да, на ситуации Грузии в мире, безусловно, тоже будет накладывать свой отпечаток. Не главное, но будет накладывать. А вот, потому что с этим надо, даже бездине с этим надо считаться. А вот, и я, кстати, не согласен, что бездина со всем может наполивать скотность, как Европа. Ну, я так не думаю. Он просто, его политтехнологии играет немножко другую роль. Вот, но он будет, безусловно, с этим считаться. И вот на всем этом будет, видимо, начнется какой-то новый политический процесс с какими-то другими игроками. Внешние факторы, внешний контур. Насколько влияет? И, ну, скажем так, системное ослабление России. Если не сказать, в принципе, если бы можно, то сейчас системное ослабление России. Здесь я, к сожалению, далек от этого оптимизма. Я не очень верю в такую... То есть, сильнее, конечно, Россия из войны не выйдет, я понимаю. Но я бы не стал, к сожалению, драматизировать ее системностью ослабления. Я думаю, что, возможно, какие-то реконфигурации власти, но не в связи с Путиным, а, скорее, вокруг Путина. Каждая какая-то элитная группа пытается что-то себе из этого дела выжать. Но какие элитные группы, такие и бонусы. Поэтому я не очень верю в какие-то большие системные сдвиги. Изменения будут, но не думаю, что какие-то страшные слова. Поэтому на это бы я рассчитывать сильно не стал. Внешний фактор Запада... Ну, ты знаешь, при тех шуточках, которые позволяет себе мечта последние несколько лет, в общем, они, видимо, знают, что этот фактор тоже можно... Они могут себе позволить не переоценить. И они его не переоценивают. Знают ли. Что? Знают ли. Тут очень сильно можно ошибиться. Травоядность Запада, она, как правило, кажущаяся. Ты знаешь, последняя ситуация, мне кажется, играет на некое расширение зоны льгот, о которых мы говорили в Грузии. То есть вот эти льготы, аутсайдерские льготы, они сейчас немножко расширятся. Они могут сузиться для полустричных европейцев. Но до вас, вот совсем не до вас. Думаю, что это чувствует Алиев, что можно себе позволить больше. Думаю, что это почувствует Бензина, что можно себе позволить больше. И в этом смысле я думаю, что пределы допустимого нарушения каких-то приличий, они расширятся немножко. Возможно, мне так кажется. И в этом смысле я думаю, что... Да, ну и кома национального движения здесь тоже не пройдет бесследно. В этом смысле я думаю, что влияние и фактор Запада, как внешнего игрока, как источник какого-то влияния, ну, я думаю, что, мягко говоря, не возрастет. Я не знаю, что будет в декабре со статусом кандидата. Я пока не понимаю. Я знаю, что будет в декабре со статусом кандидата. Ты тоже знаешь. Не будем привидеть, что они не дадут, а статус кандидата и правильно сделают. А я, кстати, в этом не уверен. Судя по визиту в Археи, возможно, вряд. Еще не все решено. Ну, европейцы, я же говорю, они внешне травоявные, поэтому они всегда будут улыбаться и будут говорить. То есть китайцы и европейцы улыбаются тебе по-разному. По большому счету, каждая из этих улыбок совсем другая. Ну, что тебе сказать. Мы с тобой так резвенько обсудили очень много вещей. Если мы сейчас перейдем на более глобальные вещи, мы уйдем далеко за полночь. Поэтому я тебе скажу огромное спасибо за очень интересную беседу и за очень нестандартные взгляды, потому что я больше чем уверен, что очень многие наши зрители, посмотрев это, начнут задумываться над несколько иными конструкциями. Потому что так или иначе, вот конструкции, они же, они же закостеневые. Всегда любая конструкция, она подливается от формы и все. И потом, вот, с этой формой очень трудно. Это не такой уж и мягкий материал. А ты эти конструкции немного вот так вот подергал. Спасибо, Георг. Мне было тоже очень интересно, зато я тоже какие-то вещи проговорил, может быть, не для себя. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok